Привет всем болельщикам локомотива! Мое имя Ян Кукта. Я нападающий. Очень рад стать частью локомотива. Я советовался со своей семьей и конечно со своей девушкой советовался с агентом. Перед предложением от локомотива я не смог устоять и очень рад сотрудничеству. Так как я из деревни, то я постараюсь адаптироваться с самого начала. Я советовался с Алексом Кралом, который играл в Спартаке. Он рассказал мне, что Москва очень красивый город. Рассказал мне о еде, о жизни в Москве. И дал мне много хороших советов. Так что я обязательно останусь с ним на связи. Я вырос на ферме, но рост там не с самого детства. Моя мать вышла замуж и в этой семье уже была ферма. У родителей моей девушки тоже есть ферма. Так что я начинаю увлекаться этим все больше и больше. Мне это очень нравится. Это правда. Я играл в Либерице. И я действительно приносил свежие яйца своим товарищам по команде. Они были очень рады. Им было очень вкусно. Поэтому я был счастлив. Так как я сейчас в локомотиве, то привезти их будет очень трудно. Но курицы не будут убиты. Я продолжил содержать их на своей ферме. Я всегда был талантливым. И мои тренеры знали это. Они всегда меня подталкивали. Хоть иногда я и ленился. Благодаря им я присоединился к Локу. И очень благодарен им за это. Я привык к бегу и давлению. Я на сто процентов приспособлюсь к тому, что от меня ожидают в локомотиве. Да, однажды в Либерице со мной произошла такая ситуация. Тренер сильно надавил на меня и выгнал с тренировки. Но на следующий день он пригласил меня вернуться обратно. Так что все хорошо. Я всегда был очень честным командным игроком. Это не всем нравилось. Сейчас я нахожусь в другой команде и в другой стране. Поэтому все будет совершенно по-другому, чем три года назад. Момент, когда я сделал предложение своей девушке, был потрясающим и безумно милым. Я никогда этого не забуду, потому что она – девушка моей мечты. И я самый счастливый мужчина, потому что она станет моей женой. Да, я действительно начал изучать русский язык. Основы я уже знаю, и он очень похож на чешский. Так что я надеюсь, что все пройдет легко. Мои новые товарищи по команде, тренерский штаб, массажисты, медиа-команда – все намного сильнее и качественней, чем, например, в Славии. Конечно, мне нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к этому. Но сейчас мы на сборах в Марбелье. И я думаю, что когда мы полетим в Россию, то уже все будет хорошо. Окей, в Чехии, когда ты говоришь «Локомотив», то все его знают. Это очень известная команда. И, конечно, когда ты получаешь предложение от такого клуба, это становится главной новостью во всех газетах и СМИ. Мне удалось скрывать слухи о своем переходе, но все же недолго, что меня радует. А то я бы не давал сейчас интервью. У меня были проблемы со здоровьем, которые очень не нравились моим тренерам. Но я выходил и доказывал все на поле. Я очень благодарен моей невесте, что она поддержала меня и придавала сил, чтобы преодолеть все проблемы. Я суеверный человек. У меня есть свой ритуал. Я целую свою защитную экипировку перед игрой. Других ритуалов нет. Так что это единственное, о чем я могу рассказать. У меня нет планов. Для меня очень важна команда. Я хочу, чтобы мы играли в европейских турнирах. Голы и очки нужны для того, чтобы болельщики были счастливы. И я постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы их порадовать. Я очень рад, что в первой же игре за локомотив я смог забить. Хорошо прессинговали. Мне осталось только переиграть вратаря. Команда поздравила меня. Продолжаем работать на первом сборе. Продолжение следует...